Привет, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать из солнечной Испании. Но сегодня речь пойдет не об Испании, а о Финляндии и о ситуации, которая сложилась на финско-российской границе. Почему вдруг Финляндия вынуждена закрывать границу с Россией? Немного предыстории. Сначала во времена СССР существовал договор с Финляндией о том, что российские пограничники не пропускают на территорию Финляндии граждан, не имеющих финляндской визы. Далее такой же договор был заключен с Россией. И согласно нему тоже Россия обязалась не пропускать граждан, у которых недостаточные проездные документы и нет визы. На данный момент нет визы, шенгенские визы. Одно время этот договор нормально действовал, и граница была, можно сказать, надежно защищена. Первый кризис разразился в 2015 или 2016 году, то есть это уже после аннексии Крыма, когда у Путина там начались потоки тягаться с Европой, с Западом. Он начал уже там везде ему мерещиться враги. И тогда он организовал первую свою эту гибридную операцию в сторону Финляндии. И тогда открыли границы, внезапно перестали просить визы у проезжающих и стали пропускать их всех на финляндскую сторону. Таким образом, Финляндия, у которой международные обязательства по приему беженцев, она обязана, по крайней мере, рассмотреть заявления, которые ей оставляют просители убежища. И таким образом, в 2015 году вдруг внезапно из России хлынул поток граждан, в основном с Ближнего Востока, также, как я помню, Ирак, Афганистан, внезапно оказались все в Финляндии. Таким образом, шантажируя Финляндию тем, что сейчас мы откроем границы и запустим вам миллионы беженцев, и они сметут Финляндию с лица земли на своем пути. Таким образом, шантажируя страну, Путин добивается каких-то своих политических целей, пытается добиться каких-то своих политических целей. В 2016 году каким-то образом этот вопрос был решен, и опять граница некоторое время, договор действовал. Внезапно, некоторое время назад, без каких-либо дополнительных, предварительных согласований, Россия опять вдруг открыла границу для всех желающих поехать, аргументируя тем, что у нас нет никаких законных оснований удерживать граждан, если они хотят поехать в Финляндию. И опять в Финляндию направился поток беженцев. Афганистан, Ирак, Йемен, Египет, Сомали, вся эта компания направилась в Финляндию. В связи с этим в Финляндии пришлось закрыть свои четыре пограничных перехода на юго-востоке. Теперь еще некоторые переходы открыты на северной страны, но идет речь о том, что и эти переходы будут закрыты. Границы с Россией окажутся полностью закрыты для какого-либо движения. И также обещают, речь идет о том, что также могут поступить Норвегия и Эстония. Спрашивают, а откуда вдруг все эти люди, просящие убежище в Финляндии, оказались в России? Многие из них уже там давно жили, работали, учились, может быть слонялись нелегалами, я не знаю, но они находились в России. И сейчас, услышав, что внезапно врата рая отворились, они хлынули, рынулись сюда, к финской границе. А также, когда слух проходит о том, что можно попасть в Евросоюз, то в Африке внезапно все побежали тоже в российские посольства. Берут визы по разным каким-то мотивам, учеба, работа, встреча с друзьями, творческая встреча, не знаю. Но интересно, что Россия им эти визы с легкостью предоставляет. Таким образом, все эти иностранцы приезжают сначала в Россию, а потом пытаются просочиться в Евросоюз. А Россия этому способствует. Это все движение беженцев на границе хорошо организовано. Их там подвозят на автобусах поближе к границе. Возле границы пересаживают их на велосипеды и отправляют в добрый путь. Так, как теперь на юго-востоке. Эти пункты перехода закрыты. Теперь поехали дальше, севернее, возле Костомукши. Там опять скопились толпы этих граждан, как говорят россияне, наши смуглые друзья. И они там готовятся к переходу финской границы. Для них местные жители и волонтеры организовали какие-то там палатки обогрева, подвозят им еду, подвозят питание. И местные жители с пониманием относятся. Понятно, что люди хотят лучшей доли. Хотят. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Правда, одновременно россияне опасаются за сохранность своих велосипедов, которым тоже могут вполне приделать ноги. Так что пока ситуация такая неопределенная. Переговоры с Россией никакого результата не дали. И, по всей видимости, сейчас правительство Финляндии решает вопрос о полном закрытии границы. Чем, конечно, очень недовольны многие семьи, которые оказались разделены границей и не могут поехать теперь навестить друг друга. Ну и также страдает, по всей видимости, какой-то и бизнес, и, не знаю, в общем, большие неудобства. Чем еще это движение, кроме того, что, конечно, нагрузка материальная на Финляндию ложится. Дело в том, что в Финляндии эти миграционные лагеря, они открытые. И там может любой приходить, уходить в любое время. И некоторые просители убежища, они подают заявление и пропадают из этих лагерей. То есть часть их сразу же убегает там куда-то, уезжают в Европу, и там обосновываются нелегалами. И, конечно, никому это не нравится, что вдруг в Европу является непонятно, неизвестно, какие люди, кто они, что они, чем они будут заниматься, где они будут жить, на что они будут жить, где они будут работать или не будут работать, чем они будут промышлять. Конечно, ситуация очень напряженная, и посмотрим, как этот вопрос разрешится. Россия давным-давно показала себя недоговороспособной, поэтому пока от нее не приходится ожидать никакого взаимопонимания. Так что пока граница, по всей видимости, окажется на замке. С большим сожалению, об этом приходится говорить. Но здесь мы ничем не можем, уже никак не можем повлиять. К благоразумию России и Путина бесполезно призывать свидетельство, чему события последних двух лет. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Желаю вам хорошего дня, такого же хорошего, как у нас здесь в Испании. Все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»